И у человека есть такие каналы, да, есть такие подключения к вот этой внешней энергетике внешнего мира. То есть, как я сказал, мир, в котором мы живем, тоже имеет условно, ну, как бы некие чакры, да, или, скажем, вот эти энергетические каналы, по которым течет энергия в мире, в мироздании. Мы это называем словом система, да, система, как вот организм энергетический, планетарный. И у человека есть так называемая верхняя подключка и нижняя подключка. И они стыкуются с нашей верхней и нижними чакрами, да, то есть верхняя подключка связана с сахасрара или коронной чакрой, которая у нас находится на макушке головы. И нижнее подключение, оно у нас связано с муладхарой чакрой, которая находится в районе копчика, например. Через верхнее подключение мы включаемся в сознание планеты, в планетарное сознание. То есть и планету можно разделить на две части. Это разум и тело. То есть есть информационное поле планеты, как его называют ученые, да, в эзотерике говорится о неком гении планеты, планетарном разуме. В религиях говорится о боге. И при этом у планеты есть некое тело, ну, биосфера, да, то есть организмы всех живых существ, как бы некая такая биология коллективная. И там ядро планеты, как некий центр тела. И смотрите, какая интересная картинка здесь рисуется. Вот, сформируете ее у себя в голове. Человек, да, каждый из нас, в общем, неоспоримо. И сверху у нас информационное поле планеты или планетарное сознание, через которое мы включаемся через верхнюю подключку. А снизу у нас ядро магма, через которое мы включены через муладхара чакру, вот эту крестцовую чакру, нижнее подключение. То есть человек в своей сути находится между небом и землей. Мы являемся, ну, неким, можно сказать, связующим звеном. То есть каждый из нас, да, включен условно в небо и в землю, имеет связь с разумом планетарным через Сахасрару, имеет связь с ядром планеты через муладхара чакру. Понятно ли такая модель? И через верхнюю подключку и через нижнюю подключку мы получаем некую энергию, которая нас омывает, скажем, да, наш кокон. Нижнее подключение, оно такое низкочастотное, связано с телом. И это низкочастотное подключение питает наши органы нашего тела, системы органов наших, да, наш организм. Питает верхнее подключение питает наше сознание, наш разум, да, наш интеллект запитывает. Сверху идет информационный некий поток, связанный с планетарным там сознанием, да, с информационным полем. Снизу идет некий поток такой силовой, который подпитывает наше тело, организм и придает нам устойчивость. И в результате мы можем энергетику человека рассмотреть как некий такой шарик, да, говорится, кокон энергетической, такое энергетическое некое яйцо, которое питается с двумя вот этими подключками сверху и снизу. У каждого человека, у каждого из вас, можете проверить, вот есть обе эти подключки, оба этих подключения. Но не у всех они работают одинаково, хорошо, сбалансировано. То есть в зависимости от образа жизни и образа мыслей, там могут быть какие-то блоки, какие-то перекосы. Человек может быть больше телом таким и будет больше активно нижнее подключение, а верхнее нет. Или человек может быть больше таким разумом, сознанием, и тело будет такое растаявшее, да, слабенькое. А сознание, наоборот, может быть таким вот плотненьким. В идеале у нас должны быть обе эти части находиться в балансе, в сбалансированном состоянии.